И скучно, и грустно, и некому руку подать. Импортозамещение в России, о котором так много говорят, но в рамках которого, похоже, так мало делают, опять дало трещину. На этот раз самым слабым звеном стал Финист. Но не тот, что Ясный Сокол, а тот, что, выехав 28 декабря, в первых числах января уже успел сломаться. Это «Вести без Киселева», совместный проект канала «Фьермак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие! С вами Юля, и мы начинаем. Ну, сегодня уже, наверное, ни для кого не секрет, что возрождаться России подобно Фениксу придется еще не одно десятилетие. Потому как с уходом нескольких главных гигантов рынка мы реально рискуем остаться не только без мебели и самолетов, но даже и без лекарств и поездов. Хотя в РЖД, например, заявили, что с легкостью помашут вслед уходящему Сименсу и соберут свою «Ласточку» и лучше, и дешевле. Я напомню, «Ласточка» – это продукт симбиоза двух компаний, одна из которых «Сименс», а вторая «Синара». Ну и, как вы понимаете, «Сименс» без «Синары» выжил, а вот «Синара» без «Сименса» осталась без должных инвестиций, но и была вынуждена остановить обслуживание поездов. Но выход нашелся, и имя его было «Финист». Его делали, делали и, наконец, доделали. Правда, через несколько дней после отправления «Финист», не выдержав ни морозов, ни бешеного пассажира потока, решил посетить внеочередное техобслуживание. По крайней мере, так поломку системы климат-контроля обозвали в РЖД. В итоге машина остановилась в пригороде Нижнего Тагила и до Екатеринбурга дошла с опозданием почти в два часа. Вот только во всей этой истории есть как минимум два вопроса. Первый. Почему электропоезд вышел на линию без должного количества накатанных или, скажем так, отработанных часов, в результате которых можно было бы выявить все болячки нового продукта? И второй. Будет ли кто-то сейчас расследовать причины остановки техники? Ведь, возможно, пока мы этого и не знаем, а в нее просто-напросто чего-то не доложили, предусмотрительно взяв за это деньги. Хотя нет, есть еще один вариант, почему же подобное могло произойти. Может, просто не обмыли? Но в любом случае, пусть лучше хоть что-то делают, чем не делают вообще ничего. Кстати, в рамках импортозамещения к нам в Россию и уже в ближайшем будущем могут вернуться и олени. Нет, я не о тех, что теплокровные, я о тех, что когда-то красовались на капотах. На этой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил россиянам, что именно в наступившем 2024 в стране планируется возобновить производство отечественной машины «Волга». Помните, в Советском Союзе «Волга» это звучало гордо? Как это будет звучать, а главное, выглядеть в современной России, пока не ясно. Но в разговоре с журналистами Мантуров все же успел проговориться о зарубежном партнерстве в автопроизводстве. Правда, с кем именно, не уточнил. Пока известно только одно, что собираться легенда начнет на заводах «Хунда» и «Фольксваген», но как будет выглядеть, опять-таки, остается загадкой. Хотя, полагаю, что история в этом вопросе все же окажется цикличной и достаточно будет лишь вспомнить производство «Москвича», который невооруженным глазом уж очень сильно напомнил россиянам о моделях китайской компании «Джак». Кстати, да, напомнил исключительно только внешне, не забыв при этом плюсануть к базовой китайской цене немалую российскую наценку. Ну и как результат всех этих манипуляций, всего 12 тысяч проданных автомобилей на конец прошлого года. И то, если помните, их совали буквально во все российские ведомства, включая полицию, МЧС, МОЗ, ГОС, Стройнадзор и другие. Причем провал продаж многие автоэксперты связывали с некорректно подобранной базой автомобиля. Ведь «Джаки» никогда не имели успеха не только в Китае, но и в России. Так почему же именно они составили основу отечественного автопрома, производители также не уточнили. Оттого и такой печальный итог. Для сравнения, за первое полугодие 2023 года из числа китайцев, везенных в Россию, НИДЖАК, в руках соотечественников появилось порядка 168 тысяч автомобилей. Причем рекорд продаж на этом не успокоился, продолжив свой рост и во втором полугодии. Но я отвлеклась, мы же про Волгу, которая вроде как должна быть отечественной, но которая вновь рискует стать главным актером драматического китайского театра. Ну вот, а я и не знала, что говорю по-китайски. А между тем, в четверг на этом же языке вдруг заговорили и жители столицы. Оказалось, что северо-восток Москвы неожиданно накрыла электро- и тепло-суровая реальность. Там на одной из подстанций произошел пожар. Экстренные службы свое дело, конечно, сделали и пожар потушили, но ужин при свечах и валенки на голую ногу некоторым жителям все же были обеспечены. Ну вот, у нас с утра выключили электричество, отопление. С утра встали, ничего нету. Холодно, чай не заварить, кофе не заварить. Вот такой придумал на четырех свечках. К вечеру того же дня часть домов была подключена к резервным мощностям, а последствия всей аварии Собянин взял под свой контроль лично. Гораздо меньше с порядком повезло жителям Прокопьевска. Там в новогодние выходные коммунальщики вместо того, чтобы вывести мусор, решили закопать его в снег. Вообще не понимаю, они берут снегом, весь мусор сгребают, ему кидают в повш, он засыпает в одну кучу, засыпает снегом всю помойку. Убрать мусор не пробовали, чтобы в машину мусор сгружать, а не просто засыпать снегом. Это что за прикол? Смотрите, что делают. Конечно, очень хочется верить, что в этой ситуации сработали не очередные нанотехнологии по уборке мусора, а рабочие просто-напросто сгребают разбросанную по округе помойку с целью последующего вывоза. Но согласитесь, в нашей стране так много подобного и малообъяснимого, что начинаешь верить даже в успешную укладку асфальта в дождь и самоликвидирующиеся сосульки на крышах. Хотя справедливости ради отмечу, что чудить Прокопьевск все же умеет. Вот несколько лет назад, например, местный тракторист решил похоронить в груди снега один местный же магазин. Но вовремя одумался и успел забаррикадировать только вход и выход универсама. После чего на помощь заложникам подоспела полиция. Правда, догнать тракториста ей не удалось. Поэтому что же это все-таки было, жители Прокопьевска так и не узнали. То ли подсуетились конкуренты, то ли взяла вверх личная обида. Кстати, про конкурентов. На этой неделе наконец-то завершился этап выдвижения кандидатов на пост президента России. Окончательный список 2 января общественности предоставил ЦИК. В него вошли самовыдвиженец Владимир Путин. Обратите внимание, он идет не от партии «Единая Россия», что, кстати, удивительно. А также 8 партийных кандидатов. При этом ЦИК не допустил до президентских выборов Екатерину Дунцову, мотивируя свое решение большим количеством допущенных ею ошибок. Да-да-да-да, Дунцова уже точно не займет свое место в бюллетене. Зато вместо нее там будут красоваться блогеры Анатолий Баташев и Рада Русских. Последнюю, кстати, в СМИ обсуждают наиболее часто. Чувствую себя сейчас породистой. Конечно, это результат всех моих вмешательств. Во мне 16 операций. Как ты пережила такое количество наркоз? Я делала все за три наркоза. Это было первое. То есть я сделала бедра, я сделала задницу, сделала липосакцию. То есть мне сразу сделали хорошую талию. А во второй заход я сделала этот идеальный живот, этот вертикальный пупок. Мне сделали сиськи. Я сделала руки, чуть-чуть шлифанула. Потом я делала нос, чуть-чуть шлифанула. Два раза делала эндоскопию. Сначала я наверх пыталась бровь поднять, потом бок. Нет, я хочу тебе фотку показать, как я выглядела до. Рада, как и я, родом из Екатеринбурга. Она чуть помладше, но, прямо скажу, намного успешнее. Успела поработать в глянце и построила прекрасную карьеру в сфере мейка. Правда, те полмиллиона подписчиков, которые Рада собрала в запрещенном нелезиограмме, ее инициативу почему-то не оценили, завалив ее посты обвиняющими комментариями. Одни уверены, что бюджета России точно не хватит на ее следующие 16 операций. Других возмущает внешность будущего президента. Ведь над нами смеяться будут даже на Луне. Это сейчас была цитата. Но, похоже, Раду такие комментарии задевают не сильно, хоть и не радуют. И она с завидным упорством продолжает публиковать посты о каждом сделанном в этом направлении шаге. Ведь даже если ничего и не получится, то популярность-то все равно победит. Поэтому, следуя традициям патриотизма, посмею предложить блогеру и предвыборный лозунг «Я русских, я иду до конца». Правда, до чего, рекомендую не уточнять. А вообще, говорят, что президент любой страны обязательно должен ассоциироваться с Богом. Только один – от Бога, другой – иди с Богом, а третий – не дай Бог. Так вот, какой из них достанется нам, узнаем уже в марте. Ну а у меня на этом все, друзья. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.